Продолжаются миномётные обстрелы мирных районов и окраин Хомса. Так, в результате очередной бомбёжки погибло четверо и ранено 11 человек. В районе Аль-Захра упало более пяти мин. К счастью, жертв удалось избежать, но нанесён серьёзный материальный ущерб. Равинство Дамаска. В районе Аль-Набок обнаружен гигантский склад вооружений, боеприпасов и маскировочных материалов. Всё находилось в заводских упаковках. Этот арсенал использовался для производства самодельных взрывных устройств, которые применяются террористами для проведения актов насилия против мирного населения и органов правопорядка Сирии. Алеппо. В восточной части Алеппо снайперским огнём повреждены несколько автомобилей, проезжающих по шоссе. Правительственные силы освободили район Аль-Зазур, Аль-Машбаль, Макарин. Район Макарин зачищен от радикальных исламистов. Фронт Нусра и его подразделение полк Аль-Маджахиддин. Террористы контролировали район более года. Они оставили после себя большое количество пропаганды радикального характера. Теперь жителям придётся также радикально с этим бороться. Благо, город Еврут. В городе идёт контролировательская операция. Стало известно, что здесь насильно удерживаются 13 сирийских и ливанских послушниц православного мастыря Святой Фёклы в Маалюле, во главе с игуменей Пелагеей. Монахини живы. Возможно, похитители планируют их использовать в качестве живого щита. Агентство Анна Ньюс, Марат Мусин, Григорий Нестеров, Игорь Надыршин, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Сирия. 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 Продолжение следует...